Друзья, привет! В эфире рубрика «Коуч на час» с приглашенным гостем Дмитрием Челканоговым, регрессолог, гипнотерапевт. И вы задали нам вопросы, и мы на них отвечаем. Дим, как считаешь, как побороть неуверенность и страх? Неуверенность и страх – это такая глубинная штука, если человек не прочувствовал себя. Мы очень часто размышляем, как вот здесь делать правильно, а как вот тут не ошибиться. Это все вот такой мыслительный, плотный поток в голове, что мы не чувствуем своего тела. И пока я не проживаю свое тело, то очень сложно прожить именно телом уверенность или перестать проживать неуверенность. Потому что пока я кручусь в голове, я не проживаю, не чувствую, не ощущаю своей силы. Не уверен я в том случае, когда я представляю себе какую-то ситуацию на будущее и сомневаюсь, что я в этой ситуации справлюсь. Но сомневаюсь я из состояния сейчас, потому что я не проживаю этой силы. Поэтому будет неуверенность. Когда мы подключаемся к телу, появляется ощущение безопасности, что я смогу. И возвращаемся в настоящий момент с головой. И тогда больше можно почувствовать себя и почувствовать эту веру. И страхи тоже живут в голове. Как Дима сказал, что мы очень склонны забегать в будущее и представлять того, что еще не совершилось. Из-за этого страшно. Страшно повторить прошлый опыт. То есть это всегда голова. Контакт с телом помогает начать чувствовать вот эту стабильность, безопасность и веру. Страхи проходят. Супер. Как проработать зависть? Зависть? Зависть прорабатывается вообще очень просто. Вот серьезно. Просто начинаешь жить своей жизнью. Начните делать то, чего вы на самом деле хотите делать. Не обязательно сейчас смотреть на соседей, какая у них классная тачка или какой у них классный дом или там подруга купила себе какие-то новые лобутены. Не имеет значения. Начните здесь и сейчас маленькими действиями давать себе то, чего вы хотите. Например, сейчас хочу там хороший завтрак. Пошла себе, сделала вкусный завтрак. И вот с таких мелочей зависть выключается. Вы завидуете, потому что вы не живете своей жизнью. Да, обычно то, чему мы завидуем, на самом деле мы потенциально можем иметь. Только мы не идем в действие. От бездействия, конечно же, не имеем. Смотрим на других, которые имеют и начинает завид. Поэтому, если вы возвращаетесь к себе, отписывайтесь от тех, кого вы завидуете, да, если вы на них подписаны, и занимаетесь своей жизнью, зависть проходит. Следующий вопрос. Как понять, что продолжать отношения бессмысленно? У меня такая точка зрения, что понять этого невозможно. Это можно почувствовать. Вот все, что в отношениях... Я сторонник того, чтобы чувствовать. Вот все, что связано с партнером, тут почувствовать. Тело хочет быть рядом. Телу приятно? Да, хорошо. Все остальное можно решить. Реально можно решить. Первое, научиться друг с другом разговаривать. Искренне друг с другом разговаривать. Поверьте, на любую тему можно поговорить друг с другом. И потом уже, если само тело отталкивается, но внутри есть сомнение, то вот здесь вот уже советую работать с подсознанием. Потому что есть где-то... Оба сигнала идут из тела, и тогда есть противоречие, идет внутренняя борьба. Где-то очень часто есть где-то урок закрытый, который мы не видим. Да, еще, мне кажется, значит, мы иногда понимаем головой, мы видим, что эти отношения нас разрушают. Чувствуем телом, что нам плохо, но мы боимся одиночества. И из-за этого страха одиночества мы не берем ответственность и убеждаем себя, что я не могу принять решение. На самом деле, вот ты говорил недавно до этого, что это просто страх взять ответственность за свои решения. Да? Да. Даже вот само постановление вопроса. Откуда оно ставится? Из какой части задается этот вопрос? Как понять? Голова, да? Вы... Это уже страх, контроль, и вы уже боитесь сделать какой-то шаг неправильный. Забудьте об этом вот так вот. Магически сейчас вы не можете сделать неправильного действия. Это невозможно его приварить. Каждое действие ведет к какому-то опыту. Да, и когда мы выходим из головы, начинаем действие так, как хочет тело, очень часто тело говорит беги, завершай, уходи. Да? Но голова говорит страшно, страшно неизвестно, страшно остаться одной, страшно, 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 и человек говорит, я не могу принять решение. На самом деле решение уже принято. Просто страшно пойти в него. Вот, вот, вот. Очень классно. Благодарю тебя. Ты прям... Как... Очень простой выход. Очень простой выход. Как понять, что... Ну, завершать отношения или нет. Сам вопрос уже есть, правильно? Значит, уже... Уже, да. Уже что-то не так, правильно? Ответ у вас есть. Вы не можете принять сам ответ. Да. Если такие мысли закрадываются, то, скорее всего, уже действительно решение принято. Просто страшно его принять. Да. Последний на сегодня. Что происходит с энергией после секса с нелюбимым мужчиной? Вопрос, кто задавал? Женщина или мужчина? Женщина. Ну, здесь все... Реально все просто. Открывается как будто такая черная воронка, в которую сливается энергия. Спасибо. И это прям реально видно. Когда на энергетическом уровне смотришь человека, вот, это реально видно. Энергия просто сливается. Да, друзья, у нас есть физическое тело, а есть эфирное тело. Эфирное тело – это, которое помогает нам принимать энергию Вселенной. То есть мы все время принимаем, отдаем энергию, принимаем, отдаем. Когда мы начинаем спать с нелюбимым мужчиной или спать из «нада», «должна», из супружеских обязательств, это эфирное тело разрушается. Когда тело эфирное разрушается, мы начинаем болеть, появляются энергетические дыры. Энергия просто сливается, как пустое ведро, в дырявое ведро. И поэтому очень быстро начинает разрушаться физическое тело. И где самая жесткость, вот прям жескач, это когда вы со своим партнером находитесь рядом, и у вас в теле есть такое, знаете, как магниты вот. Подводишь – они притягиваются, другими сторонами подводишь – они отталкиваются. Если вот это оттолкновение на уровне тела есть, и вы займетесь, и у вас будет половой акт, вот это вот все, это прям реально кранты. Будет лететь все, прям все лететь будет. Благодарю за ваши вопросы, спасибо тебе за твое время. Благодарю за приглашение. Пока-пока.